Дорогие друзья, братья и сёстры, я хочу одно место прочитать из последних слов Моисея. Это Второзаконие, 33 глава. 34-й, там уже сказано о похоронах, о смерти Моисея. А 33-е, это последние слова великого вождя народа израильского Моисея. И в третьем стихе, первой полостище, там он делает такой анализ. Ведь 40 лет они шли по пустыне. Бог их вырвал из плена египетского, где их страшно мучили. А потом водил их по пустыне. Это же тоже было очень удивительно. Ночью огненным столпом, а днем облако. И так он вел их. Это потом превратилось в устроенное воинство. Конечно, было много поражения. Поражение из-за непокорности. И причина была в том, что многие иноплеменники, они тоже вышли из Египта. И они побуждали народ израильский к ропоту, к недовольству. Вот совсем недавно появилась такая не очень ценная статья, наверное, Чехонцева. Это тринадцатое колено. Это около стана, или как? Который не в стане, а который образовывается всегда на краю стана. Это были те, которые были недовольны. И если так вспоминать, как Господь вывел тоже из плена, это же удивительно. Из старых, наверное, мало уже кто остался, Который знал тот строй, ну, хрущевский, который намерен был показать последнего верующего по телевизору. И политика была такая, что надо разрушить церковь руками церкви. Чтобы служителя разрушили церкви. И им это очень удавалось. Очень у них получалось. Пока не проснулась, все-таки маленькая группка, И который Господь вывел. И хочу сказать, тоже пошли немало такие вот иноплеменники. Тоже такие, которые прямо за общество, они тоже пошли вот этим путем. Ну, они потом возвращались. Или вообще исчезали. Наше братство, оно очень похоже на народ израильский. Очень похоже. Вот это путешествие, вот это вот. И, наконец-то, результат. Вот сегодня, если так вот взять, Моисей сделал анализ и пришел к такому результату. Я как раз хотел и эти слова процитировать. Братья и сестры, скажите, какое самое успешное благовестие? Такое успешное благовестие? Говорить людям, что Бог любит тебя. Я думаю, у брата Валентина фото, у него это была самая центральная мысль. Бог любит тебя. Я как-то случайно читал из забытого алтаря одно событие, которое произошло. Волчанка, наверное, да? Это Сыктывкард. Там есть такой лагерь, Волчанск. Большой лагерь. И там один дедушка, он очень ревновал о камерах смертников. Он выпросил у начальства, чтобы там благовествовать. Чтобы им говорить, что Иисус любит тебя. И конвой вел соратников. Открывали кормушку. И он благовествовал так через кормушку. Это в дверях есть такая окошечко, через которое кормят. Там ставят мыску и заключенную берет. И он говорит, что Бог любит тебя. Да, может быть, тебя и лишат жизни. Но вечной жизни, если ты примешь Иисуса Христа в свое сердце, то ты будешь вечно жить. Эту жизнь могут похитить, а ту жизнь нет. И так он благовествовал с огоньком, с таким усердием. И там был особенно один такой преступник, очень ожесточенный. И он приглашал его, говорит, проходи сюда. Дай я хоть руку твою возьму и пожму ее любовью. Он подошел. И когда он говорил ему о любви Христа, то в это время одна горячая капля, слеза, упала на его руки. И тот вздрогнул, думает, что это такое. И он покаялся. Правда, не с первого раза, но он покаялся. Он был приговорен к смерти. А потом, когда он покаялся, ему подарили Евангелие, подарили ему 12 тетрадей из прошлого. Я очень заинтересовался этим человеком и попросил, чтобы мне дали адрес. Мне дали адрес, и я написал ему письмо. Он написал мне ответ. Ну, там в 12 тетради, там упоминаешь я. Я написал, что я вместе с этим человеком сидел в узах. И получил такое горячее письмо. От души благодарю за ваше соболезнование. Слава Богу, я действительно ухватился за эту вещь, что Бог любит меня. Меня сейчас переменили на пожизненное заключение. Ну, Бог может и это еще изменить. Ну, дело в том, что я люблю Господа. Конечно, переписываться со мной он не может, потому что у него нет ни средства, ни деньги, ничего нет. Но вот эта вот весть. Бог любит тебя. Братья и сестры, лучшего благовестия нет. Издали явился мне Господь, любовью вечной возлюбил тебя и простер к тебе мое благоволение. Или, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Или, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Говорят, что Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, когда он уже совсем состарился, его носили в храм, и он говорил, братья, Бог любит вас. Вот эту весть, если бы нам удавалось бы понести грешникам, я думаю, это была бы самая лучшая весть или самый лучший метод, который мы могли бы оказать. У нас тоже, вот я хотел сказать это последние слова Моисея, после сорока лет они оказались на Моавитские поля, уже перед Иорданом, большая гора, Нево, куда Господь потом повелевал Моисею подняться, чтобы посмотреть на обетованную землю, а войти ты не войдешь, за то, что ты однажды не явился святос перед народом. Братья и сестры, многих из старых братьев их не оказалось, нет их сегодня, они уже ушли к Господу, некоторые братья из-за старости, они ушли в сторону, и стали совсем новые братья, молодые в руководстве. И так хотелось бы, чтобы вот эту вот весть вот этому молодому поколению передать. Бог любит тебя, Бог истинно любит народ свой. Я думаю, это самое удачное, самое лучшее, что мы можем делать. И чтобы эту весть мы могли и дальше разглашать, чтобы был успех, вот эта кассета, которую Валентин Форд распространял, Бог любит тебя, она уже многих привела к жизни, к новой жизни. И дал бы Бог, чтобы и мы могли это действительно вкусить, чтобы и мы сами загорелись любовью, вот это новое поколение, которое и в церквах, многие уже не знают, то, что было в 60-х годах, потому что их не было тогда еще. Они родились где-то в 70-е, 80-е, может быть, даже в 90-х годах. Но если вы усвоите вот это вот, что Бог истинно любит народ свой, только те сердца, которые горят, они могут и зажигать другие сердца. А у которых огня нету, они и не зажгут. Они и не смогут, даже вот наблюдаются такие вот группки, где нету прироста. Нету прироста. Почему? Потому что нету огня. Надо, чтобы огонь загорелся. Иисус говорит, я пришел, огонь, неизвест, и как желал бы, чтобы он уже горел. Это огонь любви. Пусть Господь благословит. Ну, я уже хочу сказать, что мне не придется быть на благовестии. но чтобы ваши сердца, чтобы они благословлялись Господом, чтобы вы могли вот этот огонь понести в этот холодный мир, чтобы избавиться от всего того, что препятствует. Мы находимся в большой опасности. Это компьютерный век, и это очень большие, ну, как сказать, искушения. Пусть иностража, чтобы они вас не увеличили, чтобы они не превратились в идол. И чтобы лучше вот Библия и наш Господь, чтобы они зажгли ваши сердца для вечной жизни. Мне хотелось, чтобы вот об этом и могли помолиться. Давайте склонимся и помолимся Господу нашему. Аминь. Аминь.